МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Валерий Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. И сразу хочется перейти к этой главной теме круглого стола. Какие еще были затронуты темы и кто принимал участие? У нас получился достаточно хороший круглый стол. Приняли участие практически все контрольнодзорные органы. Это и прокуратура, и МЧС, и Роспотребнадзор, и департамент сельского хозяйства от органов власти, и департамент лицензирования рынков. А также принимали участие депутаты. Это в лице Татьяны Георгиевны Лобач, представителя постоянного комитета по экономике законодательного собрания. Основной акцент был сделан на предпринимателей. Конечно, мы пригласили предпринимателей для того, чтобы в присутствии их определить со всеми участниками данного вопроса порядок проведения проверок. И сделали основной акцент на культуру проведения проверок. Потому что основная проблема у предпринимателей – это незнание законов. Существует федеральный закон 294 о защите прав юридических лиц и предпринимателей. Не все предприниматели читали этот закон, не все предприниматели знают свои обязанности и уж тем более свои права. На этом мы сделали основной акцент. Расскажите, у вас же было еще на этом круглом столе предложение по поводу того, как, скажем так, провести диктант для предпринимателей. Да, в основе данного круглого стола в том числе мы обсуждали вопросы правовой грамотности предпринимателей, из которого родилась такая определенная идея проведения на территории города Севастополя. И, возможно, это может получиться успешный проект, который мы передадим в другие регионы – проведение правового диктанта. Это некий такой свод вопросов по юридическим аспектам ведения хозяйственной деятельности, в том числе и знания своих прав при проведении проверок плановых и внеплановых, в том числе при проверке так называемого общественного контроля на основании закона о защите прав потребителей. И по основе данного диктанта проведется тестирование, и мы определим, в каком же месте на самом деле большой пробел незнания юридических основ для предпринимателей. Вот как раз по поводу общественного контроля хотелось бы акцент на этом поставить. Многие предприниматели даже жалуются, и поступает много всякой информации, почему, кто это такие, и почему они имеют право проверять. Может быть, вы и расскажете на эту тему. Да, к нам поступает очень много звонков, особенно в последнее время пошла вторая волна, как мы ее называем. Появляются некие общественные активисты, которые приходят в торговые центры, в магазины, в кафе, в рестораны, и руководствуясь законом о защите прав потребителей, проводят некий такой мониторинг или проверку, внутреннюю проверку на качество предоставления услуг. Но, опять же, здесь они делают правильные вещи. На самом деле мы все потребители, да, и оказываемся заложниками ситуации, когда получаем некачественную услугу. Но здесь происходит момент, знаете, конфликтной ситуации. Те предприниматели, которые нам звонили, они задают вопрос. Вот нам предлагают вариант. У нас якобы есть нарушения, они составляют протокол, и этот протокол грозится передать, значит, в Роспотребнадзор, или там в прокуратуру, или в МЧС, и, соответственно, к нам приедет внепланная проверка. На наш вопрос встречный, какие есть варианты решения, они предлагают там разные. Кто-то предлагает стать членами их организации, заплатить членский взнос, и тогда их проверять не будут. Ну, что само по себе выглядит, ну, мошенничеством, да. А крайний случай, который произошел, я сам лично на нем присутствовал, я встречался с этими общественниками, у которых не оказалось никаких документов, не только паспортов, но и документов, то, что они принадлежат данной общественной организации. Они предлагали предпринимателю заплатить, даже не заплатить, неправильно сказано, оказать благотворительную помощь фонду по защите детей. Понимаете? Ну, это такая социальная форма мошенничества. Мы против, конечно, этого. Мы не против народного контроля. Мы считаем, что это нужное дело, правильное дело, но культура поведения общественников должна быть выше культуры тех же надзорных органов, потому что мы, по сути, социум, мы формируем общественное мнение. Валерий Пресич, а у меня еще такой вопрос. Я так понимаю, на круглом столе еще была тема по поводу формы проведения проверок. То есть почему наши предприниматели так их боятся? Скорее всего, это такие сдержки прошлого. По сути, сегодня молодые предприниматели, они более свободно относятся, в принципе, к ведению бизнеса и вообще к жизни легче относятся. И к проверкам они относятся так же легко, как и к жизни. Людям более старшего поколения, которые начинали предпринимательскую деятельность в 90-х, 2000-х годах, осталось наследие прошлого, что каждая проверка – это обязательно штраф. То есть если проверяющий пришел, все, значит, можно закрывать бизнес, потому что следом пойдут такие требования, которые, в принципе, нереально исполнить. На сегодняшний день, я могу официально заявить, у нас с государственными органами надзора и контроля сложились очень тесные деловые отношения со всеми. Опора России нашла пути взаимодействия и понимания, что результатом проверки должно быть не наказание, а должно быть все-таки какая-то консультация, рекомендация, для того, чтобы это нарушение устранить и в последующем его не повторять. И руководство всех надзорных органов, оно о нас слышит, и действительно оно так и поступает. Но существует человеческий фактор, его исключить, к сожалению, нельзя. И контролеры, которые иногда приходят к предпринимателю, ведут себя не совсем профессионально. Это не есть, наверное, замечание, вернее, это замечание, нежели такое системное нарушение. Мы же все люди, настроение, погода, состояние, здоровье и так далее, и вот об этом мы на круглом столе тоже говорили, о культуре поведения, о культуре отношения и, самое главное, цель, цель проверки. Я могу привести еще такой пример. Контрольные органы руководствуются в том числе и руководящими документами и предписаниями, которые идут к ним в высши слящих организациях. И вот последний раз была проверка субъектов предпринимательской деятельности на вопрос несанкционных товаров. Ну, вроде бы как правильно. И актуально. Да, они актуальны. Но как актуально? Они приходят в конечные магазины, в ритейлы, и начинают на прилавках изыскивать товары, которые попадают в санкционный список. Но у меня задается вопрос, а почему мы ищем это в магазинах? Почему мы не ищем это на границе? Почему мы не ищем это на логистических центрах? Почему мы не ищем крупных оптовиков? Ведь если это пришло в Севастополь, значит, оно и пришло в Россию. А каким образом? Если нас проверяет таможня... Это целое расследование, это цепочка. Да, то есть вопрос, может быть, таможня, а как она вообще в принципе попала. И крайний случай, конечно, могу отдать должное прокуратуре Севастополя, да, что она наш вопрос восприняла правильно. Потому что вот крайний раз была проверка и выявили 2 килограмма, 2 килограмма, делаю Оксана, дистанционных продуктов. Это сырок, который по документам шел как сырок из Франции, а на упаковке оказалось, что из Германии. И мы обратили внимание, что предприниматель, получая запакованный товар, не будет каждую упаковочку проверять, ну, и сверяется с документами. То есть он проверил документы, документы там правильные, принял товар. Да, в любом случае это упущение предпринимателя, в любом случае это нарушение, мы согласны. Но за такое нарушение мы предложили вариант не наказания, а все-таки какого-то административного предупреждения. Ну, то есть предпринимателям сейчас, я так понимаю, с вот этими темами, с которыми вы принимаете решение и что-то новое придумываете, будет намного проще принимать те же проверки и намного проще воспринимать эту информацию, да, и в принципе работать. Я думаю, что открытый диалог с контрольными органами, на которые мы приглашаем предпринимателей, он показывает, что у надзорников и контролеров нету миссии прийти и штрафовать, штрафовать, наказать, пополнять бюджет. Хотя такая форма, она на самом деле все осталась. Есть планы, и мы о них знаем, что нужно прийти, нужно проверить. А если человек пришел или контролер пришел на проверку, ну, и ничего не нашел. А вот есть же проверки, давайте поговорим про проверки, собственно говоря, есть ли они плановые и плановые проверки. И кто попадает вот три года, кто попадает под эти вообще проверки? Ну, это такая широкая тема, на самом деле. Она прописана в 294 законе по защите юридических лиц и предпринимателей. Плановые проверки проводятся один раз в три года. И там нужно тоже и описано в статье 10 формат, а кого же проверяет через три года, кто попадает. Есть ли не плановые? Не плановые — это по обращению граждан, если несет прямую угрозу жизни, ну и так далее, и так далее. Поэтому, вы знаете, на самом деле наше предпринимательское сообщество, ОПОР России, мы не сторонники исключения проверок в принципе. Потому что есть многие моменты. Например, мы бы хотели, чтобы проверки были на вопрос, а является ли данный субъект в принципе субъектом предпринимательской деятельности. Потому что у нас нелегальная торговля, нелегальная деятельность, она — это некачественная конкуренция. Законопослушный предприниматель, он платит налоги, он платит аренду, он на виду. И проверять приходит к нему, потому что он находится в реестре. А рядом стоящих не проверяет, потому что они как бы есть, но по факту их нет. Второй вопрос — качество предоставления услуг. Конечно же, это обязанность, прямая обязанность любого человека, любого предпринимателя предоставлять качественные услуги и продавать качественный товар. Но опять же мы делаем акцент. Хорошо, давайте. Мы готовы даже выступать с вами партнерами в этом отношении. Мы готовы выходить с вами на эти рейды, мониторинга или проверок, как угодно. Мы готовы сами обратиться в прокуратуру, потому что я хочу сделать акцент для предпринимателей в первую очередь, что если к вам пришла проверка, у проверяющего должны быть документы, не только удостоверяющие личность принадлежности к данной организации, но и предписание или направление, согласованное с прокуратурой. Многие, кстати, предприниматели об этом не знают. В котором должно быть указано, что именно конкретно эти люди, должны быть в предписании описаны, контролеры, пришли именно к вам, и должны быть перечни вопросов, которые они проверяют. И не нужно бояться, не нужно препятствовать проверкам, нужно оказать всевозможную помощь проверяющим, контролерам, но для безопасности позвонить в опору России и задать вопросы. Мы вас абсолютно бесплатно полностью по телефону проконсультируем, как себя нужно вести в случае прихода к вам в проверку. У нас, к сожалению, уже эфир подходит к концу, буквально остались считанные минуты. Хочется как-то закончить еще на какой-то хорошей ноте и сказать, что наконец-то закон ввели по поводу новоиспеченных предпринимателей. Расскажите вкратце. Да, нужно отдать должное законодательному собранию города Севастополь. Они приняли закон, который дает нулевую ставку налогообложения для предпринимателей, которые только зарегистрировались, и в течение трех лет они платят нулевую ставку. Это хорошее подспорье, потому что на сегодняшний день экономика города, ну и экономика России испытывает определенные трудности, да, особенно экономика города Севастополя в плане отсутствия качественных рабочих мест, и предпринимательство является на сегодняшний день альтернативой наемной работе, альтернативой государственной службе, да, ну и в принципе очень хорошим подспорьем для реализации своих идей, проектов и своих амбиций. Потому что быть предпринимателем, это очень почетно и достойно. Но предприниматели это, как я вот говорю, ИП это не предприниматель, ИП это форма регистрации, а предприниматель человек, который создает ценности. И такая возможность у каждого человека есть. Ну и самое главное, что наши новые предприниматели, которые захотят открыть бизнес, чтобы они были образованы, и для этого, собственно, создается организация, которая помогает нашим предпринимателям правильно себя вести на рынке. Да, мы помогаем, у нас в рамках данного вопроса есть подписано соглашение Большой Четверки, в которое входят опоры России, Торгово-промышленная палата, Деловая Россия и Совет промышленников и предпринимателей. В рамках этого соглашения мы не являемся, ну, условно говоря, мы конкуренты, да, но вот мы договорились с соглашением, что мы не конкуренты, а партнеры, да, и в рамках этого соглашения мы оказываем всестороннюю помощь развитию предпринимательского сообщества в городе и защите его прав. Потому что у вас есть одна определенная цель и развитие этой информации. Валерий Порисович, к сожалению, мне придется попрощаться на этой ноте с вами и сказать вам большое спасибо за то, что вы пришли, просветили нас и рассказали много интересной, я думаю, и полезной, и самая главная информации для наших предпринимателей. Спасибо вам. А я напоминаю, что сегодня гость нашей студии был Васюнин Валерий Борисович, председатель Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». А я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Время Х» и до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова